приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о простом слове который каждый из нас каждый божий день употребляет это слово спасибо почему можно говорить это слово или нельзя говорить и какие слова правильнее говорить когда кто-либо вам говорит спасибо далее более подробно мы с вами поговорим об этом слове и как правильно его нужно использовать и что нужно говорить вы должны понимать о том что каждое слово энергетически очень сильная и имеет свою энергетику и вибрации которая не повторяется в других словах поэтому со словами нужно быть все-таки осторожными иногда неправильно и сказанное слово или даже произнесенное не специально а в разговоре или по незнанию она способна изменить энергии которые поступают к нам есть слова которые придают нам сил настраивают нас на позитив показывают что все будет хорошо а есть слова с противоположным действием и они даже способны полностью перекрывать энергетические потоки в нашу жизнь многие люди пользуются словами и даже не задумываются о их значении а их силе и о том что некоторые все-таки не стоит употреблять вообще а некоторые наоборот стоит говорить почаще с помощью слов фраз мы с вами можем сформулировать определенные мысли сделать правильный посыл который изменит в нашей жизни некоторые моменты которые возможно идут не так как нам бы хотелось мы на это способны а заст слова заставляет верить что-либо или наоборот разочаровываться мы многое можем привлечь в свою жизнь но для этого нам нужно правильно научиться пользоваться этой сильной энергетикой направлять ее в нужное для нас направление с помощью слов сами этого не понимая мы программируем себя на успех или на неудачи каждый человек имеет свою определенную энергию и похожих между собой нет она дается с рождение со временем только укрепляется или разрушается этот выбор мы уже делаем только сами сказанное слово запускает определенную энергию а нам слово может быть положительным отрицательным и даже разрушительным соответственно по-разному и влияет на нас а может помочь нам защитить или наоборот навредить а может разрушить все то светлое что мы имеем в своей жизни очень важно еще то что мы как мы это произносим слова какую силу и смысл в него вкладываем как с помощью слова можно помочь справиться с разными проблемами или изменить жизнь в худшую сторону если мы посмотрим на нашу ауру в тот момент когда мы произносим определенные слова то мы можем увидеть как она меняет свой цвет очень интересным фактами является это что аура ребенка особенно меняется когда он слышит слова которые произносит мама поэтому очень важно следить за тем и как мы произносим так как от этого напрямую зависит что будет нас окружать в жизни давайте вместе с вами возьмем простое слово спасибо мы слышим слово спасибо каждый день и каждый из нас употребляет это словом мы используем его везде но мало кто из нас задумывается и видит в этом слове какую-либо опасность но значение этого слова спаси бог и она означает что мы хотим от кого-то оградиться не слышит того или иного человека не общаться с ним и не ощущать его энергетику поэтому мы на энергетическом уровне ставим блокировку и с каждым разом все больше и больше будет увеличиваться а связь таким человеком будет со временем обрываться если говорить это слово постоянно и везде она будет каждый раз отделять вас от людей которые вас окружают поэтому если вы хотите продолжать общение с определенными людьми прекратите говорить слово спасибо а вот если наоборот хотите отдалиться от человека продолжайте употреблять его в разном контексте например спасибо что меня научил тому-то и тому-то или спасибо что помог в том-то и в том-то или спасибо что обратил внимание на те или на другие моменты так вы будете еще и одновременно ограждаться от негатива который посылает вам такой человек и он не сможет вам навредить а со временем и сам перестанет с вами общаться так как не сможет влиять на вас уже на энергетическом уровне а вот если вы искренне благодарны человеку и желаете чтобы он и дальше был вашей жизни и вы продолжали мило общаться говорите слово благодарю она означает что вы в знак благодарности человеку дарите благо если вы задумаетесь то вы увидите что это слово состоит из двух слов благо и дарю так ваше энергетическое поле и поле человека которому вы благодарны будут укрепляться и обмениваться потоками положительных энергий принося вашу жизнь светлые моменты и наполняя ее еще большим количеством положительных энергий а чем больше вокруг вас положительных энергий тем лучше и удачнее складывается ваша жизнь так как в ней его стабильное финансовое положение счастья удачи благополучия стабильная работа крепкая семья но вы знаете все мы все равно почему-то по привычке любим говорить слово спасибо иногда мы даже не задумываемся и говорим и даже слово спасибо когда для нас делать какую-то маленькую услугу мы благодарим человека а в ответ получаем определенное слово не за что но сразу возникает вопрос а не унижаем ли мы человек от достоинства человека его труд говоря вот именно эту фразу не за что что еще значит фраза не за что если мы разберемся то независимости чтобы человек для нас не сделал он потратил энергию на нас и мы вместо того чтобы сказать например хотя бы слово пожалуйста благодарю мы говорим ни за что и в первом случае когда мы говорим не за что мы к сожалению обесцениваем труд человека какой он был бы не пустяшный но мы или то человек приложил особые усилия потратил свое время обращаем ваше внимание время мы к сожалению не ценим она уходит и бесследно поэтому когда нас благодарят и мы с вами говорим ни за что то есть мы обесцениваем сами себя мы обесцениваем свои усилия но это еще друзья полбеды также когда мы говорим ни за что мы и обесцениваем и просьбу того человека который что-либо попросил мол просьба такая мелочная что за нее даже не стоит и говорить спасибо не получается такие таким образом когда мы отвечаем на благодарность фразой ни за что мы обесцениваем не только свой труд но и просьбу другого человека поэтому если вы не хотите говорить волшебное слово благодарю во благо скажите рад был помочь или просто на крайний случай скажите нейтральное слово пожалуйста вот это нейтральная форма и таким образом вы никого не обидите и вы не передадите никому вот свою энергию которая витает вокруг вас вообще научитесь вне зависимости от ситуацию когда вам говорят слова благодарю говорить во благо это лучше всего и спасибо если вы считаете что вы не хотите передавать свою энергию если вы знаете что человек по отношению к вам не чистосердечен это очень важно поэтому очень важно чтобы каждый из нас научился правильно использовать слова и таким образом вы сможете защитить себя и привлекать свою жизнь только положительные моменты светлые энергии и много хорошего поэтому начните использовать правильные слова которым мы говорили в этом видео и вы увидите изменения в своей жизни вы видите изменения в круге людей которые будут вас окружать так как все недоброжелатели они просто отсеются а искренние люди всегда будут рядом с вами знаете счет 1 момент 1 первое время вам будет трудно перестроиться вам нужно будет время для того чтобы выработать вот свою теорию и придерживаться ее но когда вы это сделаете дальше все уже будет получаться просто легко а со временем это перейдет в обычное дело но когда вы совсем справитесь вы знаете результат вас приятно удивит поэтому очень важно чтобы вы научились за какие-то вещи благодарить незнакомых вам людей например за то что вам что-то подали там придержали дверь и уступили место и так далее дарят добро и положительную энергию вы ее будете получить обратно в большем размере помните закон энергии всегда энергия куда-то переходит она не может остановиться так и в жизни вы произносите энергия переходит и опять возвращается к вам поэтому друзья запомните вот именно эти фразы которые вам нужно говорить друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогает жизни с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья у нас есть телеграм-канал ссылка в описании к этому видео переходите там также много очень полезной и важной нужно интересной информации а прямо сейчас вы на экране видите два прямоугольника друзья это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте то видео которое вам больше интересное смотреть друзья там много полезной и важной нужной и интересной для вас информации всех вам благ мыслимых и немыслимых услышимся уже друзья в следующем видео